Всем привет! Кто со мной еще не знаком, меня зовут Мила. Добро пожаловать на мой канал Мила Леви. Сегодня я хочу поделиться с вами моими новинками косметики, в основном декоративной, которую я заказала из Америки. Сразу предугадывая ваш вопрос, как я заказывала, через кого и как шла посылка, то я заказывала через родственников, которые живут в Америке. Поэтому в моем случае все было крайне просто. По счастью, сейчас поездка моей свекрови совпала с выходом новой палетки Naked, поэтому это было, наверное, моим первым желанием. Единственное, я нашла, где можно было приобрести палетку Naked в Америке, это через сайт Nordstrom. Только сама одна палетка стоила уже очень много, поэтому в этот раз я решила ограничить себя определенной суммой и слишком не сходить с ума, скажем так, как это было в предыдущие разы. Кстати, я могу вам оставить ссылочки на все мои предыдущие заказы американской косметики. Вот. Значит, Urban Decay я до сих пор ни разу не пробовала, вот как ни странно. С тех пор, как я завела свой канал, уже были палетки Naked, первая и вторая, поэтому я решила, что раз уж я не попала в тренд, в моду, то я не буду их покупать. Когда я увидела эту палетку, что у нее такие оттенки, то я сразу же поняла, что это мое. Она поет оды богу оранжевого цвета. Здесь есть оттенки матовые, так и сатиновые. Здесь есть как базовые тона, такие светлые, которые идут как подложка, так и более темные. И оттенки, которые можно использовать как блик, очень самодостаточные. Я сейчас накрашена с помощью этой палетки. Я взяла определенные оттенки, где-то затемнила, где-то высветлила в участке глаза. И все выглядит достаточно органично и не вульгарно. Кому идут такие теплые оттенки на веках, тот, конечно, признает тот факт, что эта палетка уникальная. Как-то так получилось, что в этом заказе у меня очень много палеток теней оказалось. Вот еще одна, которая оказалась очень бюджетной, собственно, именно поэтому я ее заказала. Стоила она мне меньше, чем 10 долларов. Поэтому не могла пройти мимо. Это палетка, которую я, кстати, не видела больше ни у кого, ни в Инстаграме, ни на Ютубе. Фирмы NYX. Названия идут по именам городов. Вот я выбрала коллекцию Мадрид. Я сомневалась между Мадридом и Лондоном. Там, в принципе, похожие оттенки. Здесь такие оттенки, которые мне подойдут на каждый день. В палетке, да, идет еще помада матовая. Кстати, она без названия. Оттенок очень вычурный, как по мне, так даже вульгарный. Малиновый-малиновый. Вот. А сами оттенки тенюшек, они такие, можно сказать, повседневные. Ничем особенно не отличаются, не выделяются. Оттенок, который меня очень удивил. И просто я даже не ожидала, что я настолько буду. Полюблю его. Это вот этот вот оттеночек. Не знаю, насколько вам видно. Это желтый оттенок, который имеет в себе блестки красного и голубого сияния. На свете он красиво переливается. И он выглядит как перламутр. Здесь есть большое зеркало. Единственное, что нету кисточки. Но, в принципе, и не надо. По качеству тени неплохие. Конечно, они пылят. Особенно светлые оттеночки. Опять же, если на каждый день на работу, то это просто отлично. И свою цену совершенно однозначно оправдывает. Еще одна палетка теней, которую я заказывала на официальном сайте Kat Von D. Я вообще обожаю эту фирму. Я обожаю эту девушку Kate. Она одна из татуировщиц. У нее такие прикольные звездочки на лице даже есть. Но, наверняка, если ее увидите, то вы будете знать, кто это такая. Вся ее косметика вот в таком вот готик-стайл. Я обожаю готик-стайл. Из того, что мне очень хотелось. Вот прямо очень-очень. Эту палетку теней. Это четверка. Мне нужна была такая палетка, чтобы таскать с собой в сумочке небольшого размера. Причем здесь есть зеркало. Мне, опять же, безумно нравится ее дизайн. Палетка выглядит, как будто это маленький гробик. Здесь есть базовый оттенок. Вот этот вот очень большой. Можно его даже как самодостаточный оттенок использовать. Следующий оттенок это вот этот светлый. Но он настолько светлый, что его почти что не видно. Его я больше использую на внутренний уголок глаза. И два остальных я использую в складку века. То есть вот этим лиловым я заполняю саму складку. И вот этим бордовым я прорисовываю внешний уголок. Очень классный продукт. Присмотритесь. Я не сказала вам название. Shade and Light. Собственно, ради чего я заходила на сайт Kate Wondie, поскольку мне просто был безумно необходим айлайнер. У меня попадался в одной из покупок из Sephora, когда я сама была в Америке, попадалась миниатюра вот этого карандаша, айлайнера. Tattoo Liner называется. Он настолько идеальный именно для меня, хотя я стрелки рисую крайне редко, но если я уже их делаю, то я ненавижу, знаете, чтобы что-то там было неровно и неаккуратно. И только благодаря этому лайнеру у меня получается сделать их идеально. Здесь очень тонкий кончик и он конусообразный, то есть он расширяется. И за счет этого можно прокрасить самые-самые внутренние края глаза и сделать это настолько тонко, практически незаметно. И еще один его огромный плюс, что с малейшего прикосновения он уже дает свет. Следующий заказ я совершила на сайте Macy's. Это набор от Benefit. Все, что относится к бровям. У меня все еще проблемка с тем, что я не могу найти себе идеальный мурс для прокрашивания бровей. Пока что мой самый идеальный был это от Anastasia Beverly Hills. Но я решила, чем бог не шутит, я попробую еще и вот этот набор. Этот набор стоил, если я не ошибаюсь, в районе 15 или 16 долларов. И в нем есть сразу несколько продуктов. Здесь вот есть эта самая помадка, она шумевшая, последняя, которая недавно была выпущена. Кабро, она идет с кисточкой. Но я сразу узнала, что да, кисточка это фейк. Это все только ради того, чтобы купили. Она слишком жесткая и она слишком маленькая. Ну и сам продукт, вот он выкручивается. Набрала я оттенок 3. Карамельно-шоколадно-молочно-шоколадный оттенок. Он действительно такой нежно-коричневый, но, к сожалению, на моих бровях он немножко рыжит. Что мне, да, очень понравилось в этом наборе, это вот такой гель для бровей. Он идет с кисточкой-расческой. И это реально такой гель, как клей. Вы им прорабатываете брови после того, как накрасили. И они у вас прямо стоят колом, волосинка к волосинке. То есть, если есть у вас густые брови, есть что показать, то я думаю, что этот гель вам будет просто необходим. Еще в наборе шел такой карандашик. Но это самый-самый банальный, по-моему, даже у Essence есть такие карандашики для прикрашивания брови снизу. Во-первых, он слишком розовый. И, во-вторых, его нужно еще чем-то найти, чем его смешивать. То есть, не то, чтобы накрасил и пошел, его еще нужно чем-то хорошенько растушевать. И также в наборе шла вот такая вот фиговина с шаблонами. И благодаря им, если у вас кривые руки, можно нарисовать себе красивую линию брови. Как это работает? Здесь есть два шаблона. Одна бровь более выгнутая, изогнутая, и вторая более прямая. Короче, вот кладете на эту штучку, на этот шпатель шаблон, прикладываете вот так вот к брови, там примерно выстраиваете, где у вас изгиб будет, и начинаете карандашом прорисовывать нижнюю границу брови. От Benefit я еще решила купить миниатюрку помады. Эта помада, если я не ошибаюсь, идет всего лишь в трех версиях, в трех оттеночках. Решила не покупать полноразмерную, поскольку у меня и так куча помад, и я часто забываю им пользоваться. Эта помада двойная, с двумя оттенками, в такой форме капельки. Самая тонкая ее часть имеет оттенок красный. Когда вы красите губы, то получается, что контур у вас прорисовывается более темный, и основная часть, мясистая часть губ будет более алой, более нежной. Еще то, что я приобрела, кстати, вот забыла сказать, Urban Decay. Я люблю очень их праймеры под глаза. Это праймер не оригинальный, который я раньше покупала. Это праймер Anti-Aging. Я, честно говоря, пока еще не знаю, в чем между ними разница. Некоторые вещи я заказывала через аптечную сеть Walgreens. Я, в первую очередь, посмотрела, на что у них там есть скидки, так, чтобы интересненько, интересно что-то купить. Может быть, из того, что даже я не планировала. Так, у них была скидка на фирму Soap & Glory. По-моему, Лиза О'Нер часто про нее рассказывает. Я лично ничего не пробовала этой марки. Значит, у них была скидка 2 плюс 1. И все продукты, вот видите, как красиво оригинально оформлены. Здесь черно-белые фотографии девушек. Я купила крем для рук с маслом шеи, макадамии и запахом маршмеллоу. Еще я купила мист, боди-спрей такой, которым можно, если вы не любите, скажем, люхи, если они воздушат, то вы можете попрыскаться. Пару часов точно вы его будете на себе ощущать. В принципе, он такой формы, компактный, можно брать с собой. Тоже пахнет чем-то сладеньким, какими-то сладкими конфетками. И еще я купила боди-баттер для очень сухой кожи формула. По текстуре он такой, как растопленное масло. Что еще я купила в аптеке? Это средство для отбеливания зубов. Кто-то мне советовал именно на этом сайте, на Walgreens, посмотреть отбеливатель. Но там было их столько много, что я даже немножко заблудилась. Я купила, наверное, один из самых бюджетных. Это такой тюбик. В комплекте не идет капа, то есть капа должна у вас быть. Вы ее наносите, это средство внутрь, вставляете на зубы и ходите так в течение пяти минут. И многие в вызовах пишут, что это действительно работает. То есть он снимает даже уже имеющиеся пятна от курения, от кофе, от чая, от вина. Я пока что еще не пробовала пользоваться этой штукой. Еще то, что я приобрела на аптечном сайте, это женская добавка Opti Woman. У нас в Израиле она стоит очень дорого. Кажется, ее можно приобрести также на сайте Vita Post. 50% на нее было 10 долларов, она мне стоила на сайте. Еще одна вещь, которую я приобрела, это масло. Оно ароматическое. И там была большая серия разных масел для разных проблем. Конкретно это масло работает на увеличение мозговой, что ли, деятельности. В течение дня, конечно же, у меня нет времени, скажем, на свое хобби, на монтаж видео. И я все это оставляю на ночь. Но, конечно же, ночью уже мозги работают медленнее. В составе есть розмарин, здесь есть миндаль, бергамот, лимон, ментол. То есть тоже такие вот достаточно бодрящие ароматы. И еще, наверное, самое главное, что я заказала, лично для меня главное, да, я всегда заказываю на американских сайтах самые обыкновенные ватные кружочки. У нас с этим беда в Израиле. Все ватки, которые у нас продают, мало того, что дорогие, еще и к тому же плохо сделаны. Здесь каждый кружочек прошит как по окружности, так и вот по всей площади. Как ни без подарков, я уже не помню, с каких сайтов мне тут что надарили. Если вы следите за мной в инстаграм, в сториз, я вам показывала отдельно все, что мне тут надарили. И здесь очень хорошие, шикарные, я бы даже сказала, подарки. Как то, например, пробники консилера Nars. Пробник шанелевской тональной основы Vita Lumiere Aqua. Здесь есть патчи под глаза. Пробники крема от Cellulite от Clorans. Куча парфюмов. Почему-то все мужские, правда. Sunscreen от Murad. Короче, они радуют подарками, пробниками, хотя я даже не просила. Знаете, иногда в некоторых сайтах можно самому выбирать пробники. Здесь они это вложили по умолчанию. Собственно, такие все мои покупочки. Я надеюсь, что вам было интересно и любопытно посмотреть это видео. Большое спасибо за внимание. Девушки, оставайтесь сами собой. И будьте красивыми не только внутренне, но и внешне. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok